добрый день дорогие друзья приветствую вас у себя на канале меня зовут розалия я очень рада всем вам своим подписчикам своим друзьям случайным прохожим я тоже ко многим захожу и к случайным захожу что меня интересует я смотрю ставлю классы ну в общем как то так украшая свою жизнь всякими интересными штучками сейчас я хотела вам показать я это купил открытки эти вот уже года два не у меня на блошином рынке это кто-то сделал сам чья-то это работа и я думаю что она такая красивая и так они у меня хранятся но это можно и сделать самим да я все собиралась красивых открыток на делать на так и руки не дошли вот эти войнах ты прошли конечно я кажется лампу выключила включим еще раз так подвинем и а я их нашла думал о ну ладно теперь вам покажу их сейчас вот видите вот такой листочек с такими наклейками красивый на тут можно поздравление написать тут вот такой колокольчик ну в общем все в тему елочка там конечно несложно все просто надо временно заняться и на и сделать но сейчас как так как у нас рождество прошло но есть еще русское рождество русский старый новый год новый новый год и поэтому можно себя еще привлечь к работе и создать что-то интересное посмотрим не обещаю но попробую я все показывать не буду они все в такой же теме видео тут свечечка горит надо эту елочку наверно немножко подвинуть вот так ну что ж продолжаем я в своих закромах еще что-то накопала девочки сейчас я вам покажу вот такая она теперь чайная пара в принципе она все по одиночке такая красивая это старая конечно винтажная антиквариатная раху ченру подождите них учен ройтер а есть еще тишин ройтер или как называется мне надо еще одни очки и вот она у меня стояла в самом темном уголочке и я ее сегодня на на ты была там извините за выражение тишин ройтер 1826 26 год наверно смотрите в серединочке как вы думаете это год указан тончайший фарфор цвета слоновой кости и такая вот у нее подставочка ножка такая но такой незамудренная конечно ручка красивая смотрите как она просвечивается насквозь золото на месте такое чувство как будто ею и не пользовались нигде ничего не отбита только я не знаю мне кажется она у меня была с блюдечка но я не знаю где она но я ей подобрала вот эту она тоже вот эти я уже как-то показывал ее с другой чашечкой но у меня теперь задача найти такие бывают и часто я смотрю но не так чтобы часто но подсветил новые кости и это будем искать будем искать это конечно идельштайн бавария ну да королевский камень пишет штайн да но в любом случае если туда не заглядывать никто не догадается что они двоюродные что они не родные от двоюродные но все равно родственники но посадите на красиво же правда мне кажется что и этот цветочек очень подходит ну вот так вот если хорошо у себя искать можно еще кое-что найти теперь я уже я как-то обещала вам показать интересные интересные вещи три вещи смотрите какой подсвечник тоже цвета слоновой кости но я скажу вам одно это ручная работа ажурная керамика не надо того нравится я на в каком-то ролике вам показывала вот эту с сухофруктами она у меня всегда занята но сегодня и почистила помыла и вам покажу это она также я вперед читала в нашла ролик где где вот это такая же работаете мыло еще мокрая такая же ручная работа как и когда вот выдувает стекло но я не не представляю как это делается но я думаю что это нелегко вообще чудо чё только люди не делают да красота какая она у меня где-то проскакивает и в первых роликах потому что я очень люблю вот эту посуду а когда я занималась бусами и так и я иногда показывала что-то но посудой у меня особо никто не интересовался только вот мы смотрели когда делаешь одно дело вот украшение и ты заходишь к ним смотришь украшение они стараются у тебя только украшение посмотреть посуда тогда никого не интересует и вот сейчас я помаленьку опять вытаскиваю вам и все это показываем красиво правда вот эти детки мне тоже очень нравится они у меня часто особенно этот парень который тут так увлечен тремя девочками теперь это ладно это я уберу наверное у меня еще есть же 3 3 штучка тоже аноним она по-моему еще красивее чем вот это сейчас покажу вам вот такая конфетница вот эти какие ручки на такой ножки ножка тоже рельефная похоже а нет ли она приклеена тут не знаю конечно я не знаю точно как ее делать нет я прочитала что вот это все надувное может быть там ножка потом делается и приклеивается также ручки скорее всего смотрите красиво на ручки они такие вот видите какой формы а тут еще и цветочек я накрепится и она так это красиво смотрится я конечно очень довольна этой находкой это кто-то у нас подваливая свои года два назад все три и подсвечник и вот это ну правда ведь подсвечники вот это конфетница я ее нашла отдельно а где вот это ваза под и сухофрукты она вперед попалась мне на глаза она я ее раньше обнаружила в общем много красивых вещей и вот ажурных очень много я их сейчас когда стала искать опять прочитать же про нее много разных и на ножках и без ножек и и половина ажурная половина просто так как фарфорзе но это керамикой это керамика я ее не показала когда керамику показывал потому что я думаю надо и отдельно показать она такая как бы не вписывается до в керамику но это керамика я думаю вот вы как думаете она такая быть и нелегкая наверное вы ту ли ее потом чем-то покрыли ее лаком или в общем это я так фантазирую но хочу сказать что есть мелкие трещинки видно но это ей не мешает стоять у меня на столе и красоваться так и получилась такая красота и чайная пара она все под цвет почти вообще на самом деле вот это вазочка светлее чем чем вот эти две эти сильнее под слоновые кости да а почему я не знаю может это разное время где-то приобреталась а ну ка сейчас я покажу еще ну да тут была наклейка но сейчас ее уже нет но я ее не убирала теперь я еще хочу вам показать что я у себя еще нашла а вот эти этого ангелочка я такие тоже очень люблю смотрите какой красивый он тоже по цвету подходит и пусть он тут сидит в рождество всех ангелочков надо выстоять классный ангелочек теперь я нашла еще вот такое матовое стекло мадрид тяжелый такой коньяк не коньячный стаканчик или какой он да мадрид наверно это современное но мне очень нравится этот стаканчик теперь еще вот такой вот эти он написано оригинал адель байгер не знаю ну можно найти в интернете биттер горькая ну понятно ну тоже он ну современный я думаю оригинально наверное фирма презентует вот в этих свой алкоголь да теперь такие колокольчики я всегда люблю еще на орешках да на этих сосновых шишках немножко неправильно выразилось шишки всегда красивые так еще я нашла у себя вот такой подсвечник стиле глаза на это есть перегородчатая эмаль медь наверное это может не медь но он тяжелый красивые и пусть стоит и радует нас а еще я нашла вот таких два как не подсвечника подогреватели да для чайничков очень удобно если заваришь чай ставишь чайничек сюда и он всегда горячий и самое интересное что я весь дом переискала и говорю супругу на же были угадали тоже помню что где-то были когда мы стали искать я пошла в подвал и у него его там нашла он точно они у меня тут дома след он просто забыл про них ну вот так если хорошо поискать у моего мужа в подвале можете еще не то найду так еще это я не все вам показала еще у меня с россии как-то такой подарок пришел муж плюс когда если смотрите то и сок такой берестовый такой красиво оформленный там он шит и тогда красиво вот так я люблю эту вещь он легкий у меня тут сказать вам что тут хранится мои губнушки маленькие флакончики с духами чтобы не не поломать она же это хрупко все но не хрупко но все равно если мной тяжелый сюда положь она может сломаться но у него такая это обработка такое все это не я сделала это так и было вот как под рябину теперь под новогодний декор что только люди не делают мало рукам человека что все это делают так сейчас я гляну еще свою комнату я вам все показала или нет я думаю что все нет еще есть из россии как-то привезли нам вот такую подставочку знаете это с ярового между прочим она из сделать и дерево сделано и маслом каким-то тут намазанным набрызганный когда первое время ставили горячее она пахла она пахла теперь конечно уже нет очень люблю эту вещь берегу ее это память и я вот сегодня сидел и думала пошла искать свои сливочники и я думаю надо ко мне тоже их как-то собрать всех кучу и показать вам их потому что у меня один себя тут на столе и это вы его видели вот такое красивое стекло да я вам еще раз покажу и вот когда я все в кучу соберу я их вам все покажу у меня их не так много но они мне у меня есть они меня радует это розовое стекло красивый подсвечивает сказала да сливочник ну я им не пользуюсь он у меня стоит тут на столе для красоты ну как можно такую вещь куда-то в кухню потом еще куда-то нет нет пусть он стоит я на него смотрю и душа радуется вот как-то так сегодня я хотела вам показать дорогие мои подписчики все кто у меня в гостях я хочу вас поздравить с наступающим новым двадцать вторым годом пожелать вам счастья здоровья семейного благополучия самое главное мира на земле хорошие добрые зимы мы смотрим в россии и на в якутии везде ну да якутия сама по себе наверное как сказать климатически так обусловлено что там всегда и холодные все и в сибири же так было я свою зиму помню когда я в детстве у нас снег дом заносила по самую крышу ну вот но сейчас уже таких зим конечно нет но все равно есть зима и и холодно и снега бывает очень много но без снега земля не должна быть поэтому желаю вам такой приятной нужной хорошей зимы пережить все это и чтобы все 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 было у вас хорошо от души вам всем этого желаю будьте счастливы и пишите отзывы ставьте классы я тогда вижу кто ко мне зашел кому нравятся мои ролики но многие знают кому я захожу они тоже я думаю очень рады когда я ценю их не по их ее посуду у меня есть таких я подписану таких конечно у них такая посуда на что тут мне еще перескать надо все герамма не наверно перевернуть чтобы найти что-то но я нахожу и беру то что мне нравится и что мне попадается интересное ну вот и все это я вас заболтаю это всего хорошего пока пока я вас обожаю